Ням! Ну чего? Как тебе с новым супер зрением? Да, что-то зелье оказалось. А вообще не супер. Я бы даже сказал анти-супер. В смысле? В смысле, что глаза теперь болят, чешутся и все размыто. Мда. Уж. Всем привет-привет, ребята. Приветище, Бу-бу. А ты чего в больнице-то? Ну как это чего? Здесь же зельеварочный аппарат. И мне не терпится попробовать новые рецепты варки зелий. Друзья, ставьте лайк, если тоже любите всякие эксперименты проводить. Че-нибудь смешивать, собирать и вот это вот все. Ну понял тебя. Тогда давай этим сразу и займемся. Чего тянуть-то? Итак, в прошлый раз мы заливали цвета по порядку, начиная с красного. Значит, сейчас пойдем по порядку, но начиная с зеленого цвета. Да? А вот, ничего подобного. Мы пойдем по порядку, только в другую сторону. И начиная с фиолетового цвета. То есть, в итоге зелье все равно будет содержать зеленый, синий и фиолетовый цвета? Да? Как бы да, но в варке зелий играет огромное значение, в какой последовательности заливать. А мне кажется, что это ты мне сейчас заливаешь. Ты это не спорь с мастером-алхимиком. Тем более, что в этом рецепте еще желудь нужен. Придумал только что? Нет. Ну-ну. Давай, заваривай. Смотри-ка, синего цвета получается. Прям как зелье с сердечком было. Только оно с глазом на баночке. Видимо, зелье супер зрение. Я с ним Васяна теперь в любой игре уделаю. Ну, в смысле, я и так его в любой уделаю. А зельем прям аж со свистом. Ну-ну. Ну че, давай пробовать? Да ясен, красен. Ведь супер зрением я не только стану круче в играх, но и более крутым алхимиком стану. Смогу более точно смешивать ингредиенты. Держи тогда. Ням. Ну че, как тебе с новым супер зрением? Да, че-то зелье оказалось. А вообще не супер. Я бы даже сказал анти-супер. В смысле? В смысле, что глаза теперь болят, чешутся и все размыто. Мда. Уж. Но ничего. Мы же прям возле кабинета лечения глаз. Сейчас все исправим. Идем. Ох, не слабо так зелье постаралась. Ты это, вместо того, чтобы причитать, лучше бы лечить начал. Этим и занимаюсь. Сначала вытрем бяку из глаз и с помощью мази уберем воспаление вокруг. Вот так вот. Ну, стало полегче. Глаза теперь не чешутся и не болят. Но все по-прежнему размыто. Чтобы это исправить, у нас есть капли. Капаем один глаз и второй. О, теперь все четенько. Только это глаза четкосятся немного. Сейчас исправим. Сделаем твой взгляд снова направленным. Всего-то нужно выровнять взгляд по центру. Вот так. О, теперь взгляд не косой. Но снова все мутное стало. Да, что ж такое-то. Одно чиним, а другое ломаем. Ладно, сейчас подберем нужные линзы для четкости зрения. О, четкость это про меня. Ведь я же четкий коты. Хе-хе. Итак, глаза вылечены. Но пока тебе лучше с повязкой походить. Хотя бы на один глаз. Ну, цветочки я не хочу. А спицы-повязку мы уже надевали. Поэтому давай чешую. Тем более она синяя. Прям как одежда мага-алхимика. Да, не вопрос. Держи. Ну что, может домой? Не-не-не. Алхимик Бубу снова в деле. А может не стоит? Что-то у тебя слишком много зелий болезней получается. Это случайность. Три раза из четырех? Да. Ладно, давай так. Сейчас попробуем одно новое зелье сварить. Но если оно снова будет не очень, то уходим отсюда. Ладушки-а-ладушки. Но если будет хорошее, то будем варить еще штучек пять. Хе-хе. Ну что ж, по очереди заливать цвета мы уже все варианты испробовали. А вот и нет. Еще есть. И какой же? Смотри, учись, салага. Сначала фиолетовый. Так. И дальше что? Снова по порядку в обратную сторону? Нет. Дальше яичко. Ну, а теперь в обратную сторону же. Э, нет. Теперь рыбка. Точнее, то, что от нее осталось. Что, тянешь время, потому что нет еще одного варианта, как подряд залить? Да как же ж нет. Фиолетовый, желтый, красный. Ну, это не совсем подряд. Но подряд же. Так что обломись. Всего включать горелку. Погоди. Надо еще цветочек закинуть. Для аромату. Вот теперь давай. Жги. В смысле, нагревай. Ну, понеслась. Ух ты, красивая какая получается. Зеленая. Ага. Еще и полосатая. Прям как я. А значок мозга на баночке говорит о том, что это зелье интеллекта. Или наоборот. Не-не-не. Исключено. Ну, че. Давай пробуй. Будущий гений. Ну, как тебе зелье, профессор? Не-не-не. Че-то вкусное. Да очень. Э, Бубу. У тебя что, снова в голове че-то сломалось? Ну, не да. А, хотя, а, то она похожая. Э, ясно-понятно. Я оказался прав. И из-за этого зелья нам снова нужно идти в больницу. А если точнее, то в кабинет по лечению мозга. Он недалеко. Всего-то нужно влево пройти. А вот и нужный кабинет. Заходи, дружище. Первым делом, давай просканируем твою головешку, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело. Че, ну, игруля, там. Так, Бубу, говори по одному слову, иначе ничего не понятно. Ну, че, там, игруля. Да, ничего страшного. Просто после зелья мыслительные процессы у тебя в голове немножко перемешались. Сейчас восстановим мозг, и все будет хорошо. Это сюда. И последняя часть вот сюда. Усё? Не-не-не, мозг-то мы собрали, но нужно еще нервные связи восстановить. К счастью, это несложно. Буквально раз-два и готово. Раз-раз, проверка связи. О, нормалек. Только голова сильно болит. Неудивительно. Но сейчас мы тебе сделаем охлаждающую маску, и все пройдет. Ну как? Вроде получше. Только это, бесит эта маска на голове. Она холодная и липкая. Бу-бу-бу. Сейчас все вытрем. О, другое дело. Крутяк. Ну что, еще зелье-це? Да, ну его. Да чего ты, давай еще одно. Нет, че-то не идут сегодня зелья. Да ладно, то тебе просто не повезло. Это да, но это... У нас же уговор с тобой, что если второе зелье будет плохим, то на сегодня все. Я свое слово держу. А вообще, то, что зелья не удались, это стопудово Васян виноват. Порчу на меня навел, вот зелья и получились испорченные. Ну естественно. Да по любасику. Не мог же я, великий алхимик, ошибиться в рецепте. Ага, вот это спорный вопрос. Ладно, всем покеда. Че? Что, больше не будем ничего делать? А поесть? А поиграть? Не хочу. Я это... Злюсь на Васяна, ну и на тебя. За то, что троллишь меня. Боу-боу-боу. Да. Ну ладно. Тогда покеда, Бубу. Всем пока-пока, друзья. До встречи на канале Игрули ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok